Глава девятая. Бэйбиситинг. Командир экипажа, перекрикивая рёв летящего дракона, предупредил. «Ближе подлетать нельзя! Через милю бэйбисите! Я говорю, через милю! Спущусь пониже и прыгайте!» «А как вы нас обратно будете забирать?» — прокричал Порри. «Мы что, на дракона запрыгивать будем?» — «Ну, если до обратного пути дойдёт...» — пилот с сомнением покачал головой. «Придётся сбросить вам лестницу!» — «Лестницу, говорю!» — «Всё, высаживайтесь!» — «Даже тут долго висеть опасно!» «Сваливать, говорю, нам отсюда надо! Инструкцию помнишь?» — «Да!» — заорал Порри, покосившись на безмолвного клинче. «Прыгнуть, досчитать до десяти, а потом произнести «Ниикарус расшибалус, а дедалус приземлялус!» «Обязательно до десяти!» — закивал командир. «А то хвостом заденет! Ну, пошёл!» Свободное падение оказалось очень приятной штукой. Через десять секунд Порри с сожалением произнёс заклинание, которое превратило захватывающий полёт в медленное и скучное парение. Ещё в воздухе Гаттер огляделся и обнаружил, что завхоз спускается далеко в стороне. Видимо, пилотам понадобилось некоторое время, чтобы вытолкать клинча из люка. Порри засёк направление и сразу после приземления бодрым шагом направился к напарнику, которого обнаружил под ободранной елью в совершенно разбитом состоянии. Либо клинч от страха забыл заклинание, либо воспользовался им слишком рано и попал под шипастый драконий хвост. Порри вздохнул. Все технические приспособления и реактивы у него отняли на драконодроме. Поэтому пришлось лечить стонущего клинча с помощью ворожбы. Гаттер ограничился общеукрепляющим заклинанием «Ничего не больно, курица довольна» и обработал царапины с помощью «Пенициллинус дезинфицирус», которому его обучил страшно обеспокоенный югруслуж перед самым отлётом. Когда клинч оказался в состоянии кое-как ковылять, компания двинулась в Бэби-Сити. «Вот не везёт, так не везёт!» — с первых шагов начал ныть бывший начальник Департамента Безопасности. «А всё из-за тебя! А я раньше знаешь, кем был? Меня знаешь, кто боялся? Меня все боялись! Да я сам себя боялся! Бывало, встану утром, гляну в зеркало и бежать!» Беседуя таким образом, после падения из клинча начисто вышибло все его рифмованные афоризмы, они за полчаса добрались до большого красного щита, на котором значилось «Бэби-Сити! Посторонним вход воспрещён!» Да и своим мы не советовали бы. По правде говоря, запрещение входить в Бэби-Сити было излишним. Ни один колдун в здравом уме по своей воле не приблизился бы к этому населённому пункту, который был ничем иным, как большим детским садом. В Бэби-Сити выхаживались и воспитывались магические малыши, не имевшие возможности жить с родителями. Когда-то основной контингент заведения составляли дети тех несчастных, которые подвернулись под руку, вернее, под трубу Мордевольта. Теперь здесь подрастали беспризорники, беспризорники – волшебнята, которые сбежали от родителей мудлов. Подкидыши, подкидыши – волшебнята, от которых сбежали родители мудлы. А чаще всего дети, родители которых подолгу ездили в командировки в астрал. Всем известно, что с маленькими колдунчиками шутки плохи. Лишь один раз об этом забыл тот, кого боятся все взрослые, и жестоко за это поплатился. Даже один волшебный карапуз требует постоянного внимания и неусыпной бдительности, а когда их собирается несколько десятков, неудивительно, что текучка кадров среди воспитателей и нянечек была огромная. Персонал почти полностью состоял из практикантов, то есть молодых магов, которые отрабатывали свои грехи и провинности. Бэби-Ситинг был суровым наказанием, непосредственно связанным с риском для здоровья и жизни. Проштрафившиеся волшебники на минуту остановились, чтобы собраться с духом, после чего решительно шагнули на истоптанную дорожку из желтого кирпича, которая, вычурно петляя, вела к десятку диковинных строений, издали напоминавших огромный букет хризантем. Оттуда доносились взрывы, шум падения тяжелых предметов и душераздирающие крики. Приключения начались за первым же поворотом. «Плевет!» — сказал карапуз лет трех. «Ты будись моим коником!» — и ткнул пухлым пальчиком в поре. «Я?» — растерялся гаттер, не ожидавший столь стремительного перехода к делу. «Ты сто, не хочешь?» Карапуз подозрительно прищурился и упори противно засосало подложечкой. «Хочу, хочу!» — торопливо заверил он. «Холосо!» — милостиво согласился мальчуган, и пори почувствовал, как у него отрастает хвост, а ладони округляются в копыта. «Ну что ж!» — философски фыркнул он. «По крайней мере, ему не пришло в голову сыграть в Тома и Джерри». Клинч за время разговора тихо отошел в сторонку и пустился на утек. «Питер!» — раздалось откуда-то слева. «Рассмотреть получше мешала густая грива». «Как тебе не стыдно? Что ты сюсюкаешь, как маленький?» «Ну-ка, скажи нормально. Хорошо!» «Холосо!» — упрямо повторил Карапуз, и пори понял, что пацан просто кривляется. «Холосо! Холосо! 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 Хилиси!» Новая игра отвлекла Питера, и пори с облегчением ощутил, что грива, копыта и хвост пропали. Теперь он смог увидеть своего спасителя. Это был невысокий, толстенький человечек в больших очках. Он терпеливо выслушал все варианты слова «хорошо», кивая при каждой удачной попытке. Когда мальчик иссяк, толстяк хмыкнул. «Ну, раз ты такой маленький, придется не давать тебе мороженого, а кормить из сосочки, как грудничка». «Мороженое?» — абсолютно нормальным голосом переспросил Питер. «А где мороженое?» «Там, на голубой веранде», — махнул рукой человек в очках. «Ну, так что, тебя на ручках отнести?» «Сам дойду», — решил Карапуз после некоторого колебания, и деловито затопал прочь, не взглянув на Пори. Того это очень даже устроило. «Здравствуйте!» — толстяк, наконец, обратился к Гаттеру. «Вы, видимо, только что прибыли. Практикант на неделю? И за что к нам?» Пори кратко рассказал историю падения каменного философа, на всякий случай опустив историю с антигравитатором. «Картина ясна!» — произнес человечек. «Думаю, вам у нас понравится. Как вас зовут?» «Пори?» «Очень приятно. А меня — дядя А». «А? И все? Странное имя». «Нет, имя мое обычное. Амфибрахий. Но никто из детей не может выучить его хотя бы наполовину. Да мне и дяди А хватает. Привык за четыре года». «Вы здесь уже четыре года?» — поразился Пори. «Вы, наверное, директор». «Нет, директора зовут дедушка Б. Но он большей частью в столице, а я его замещаю. Ну что, пойдемте? Я вас куда-нибудь приспособлю. Пожалуй, к новеньким. Это попроще». По дороге дядя А поделился спори несколькими, как он выразился, соображениями общего порядка. «Вы еще сами очень молоды, поэтому я дам вам несколько советов. С детьми ведь не так сложно, как кажется. Надо просто относиться к ним, ну, как к взрослым. Только как к очень, эээ, проницательным взрослым, которые, к тому же, не скованы правилами хорошего тона и прочими надуманными условностями. Не врите им, не бойтесь сказать, что вы чего-то не знаете, не пытайтесь их переупрямить. Просто переключите их внимание. Простите». Дядя А остановился, глядя на долговязого практиканта, который, выставив перед собой волшебную палочку, пятился от крохотной девочки. Малышка, восседавшая на небольшом белом слоне, судя по скорбному виду и длинным худым ногам последнего, еще одном практиканте грозно надвигалась на врага. «Наврал!» – пищала она. «Мама мне написала, что ты наврал!» Здоровенный булыжник поднялся с земли и понесся в сторону практиканта. Долговязый взмахнул палочкой, и камень, немного не долетев до его головы, рассыпался в мелкую щебенку. Затем в течение нескольких секунд атакуемый отразил скамейку, горку, качели, песочницу с песком, беседку и, наконец, крышу ближайшего дома. В полубитвы практикант не заметил, как над его головой появилась чудовищных размеров кастрюля, которая начала медленно наклоня... «Упс!» – сказал Порри. «Согласен!» – отозвался дядя А. Это был действительно упс. Настоящий, полновесный упс. Упс, после которого человек уже никогда не сможет жить по-старому. Лавина густой, ароматной, дымящейся манной каши с комочками низверглась на практиканта, сразу ставшего похожим на наспех слепленную снежную бабу. Бедняга выронил палочку и замер, растопырев руки, и явно не понимаешь, что произошло, где он и кто он. Опустевшая кастрюля брякнулась на траву. Дядя А. вздохнул, как показалось гаттеру, с нескрываемым удовольствием, подошел к всаднице, определенно собиравшейся проскакать по поверженному противнику на слоне, и начал какой-то разговор. Девочка нахмурилась, несколько раз сердито что-то ответила, но вскоре милая личика разгладилась, она спрыгнула на землю и с невероятной скоростью умчалась в дом. Слон осторожно превратился в человека. Это оказалась девушка в белом халате, по всей видимости, работница кухни. Недавняя слониха принялась водить дрожащей волшебной палочкой, снимая слои уже застывшей манки с незадачливого мага-воителя. Поразительная самонадеянность, произнес дядя А, вернувшись к поре. Сказать Эльвире, что если она не доест кашу, то никогда не вырастет. О чем мы беседовали? А, собственно, как раз об этом. Знаете, существует вполне обоснованное мнение, что при общении с сильными мира сего, честность лучшая политика. Ну а дети очень сильные, в чем мы только что еще раз убедились. А если правда может выйти боком, просто переключите их внимание на что-нибудь другое. Попробуй я отговорить Питера от игры в лошадки, вы бы сегодня до заката проскакали голопом. Ну-ну, не вешайте нос, бояться деток не стоит. Еще хуже получится. Вот ваш товарищ убежал в рощу, а там, между прочим, рыжая Пеппи третий день в пиратов играет. А что вы сказали Эльвире? Не утерпел поре. Или это секрет? Да какой секрет, засмеялся дядя А. Правду я сказал, что если она сейчас затопчет Гудвина, то завтра уже не сможет хорошенько его погонять. Ух ты! То есть, ух вы! А куда она убежала? За мороженным? О, да вы схватывайте на лету, хмыкнул воспитатель. Нет, наша кошка-хитрая мордочка вот-вот должна окатиться. И я предложил Элли срочно проверить, вдруг уже. А вот, кстати, новенький малыш, как раз вам для разминки. И дядя А показал на аиста, заходящего на посадку. Так что, детей действительно приносят аисты? Поразился Пори. Не в капусте же их находят. Тут между авторами произошла бурная дискуссия по поводу того, можно ли считать факт отсутствия детей в капусте доказательством существования каких-то мифических аистов. Но все разумные и обоснованные аргументы одного из авторов так и не смогли пробиться через тупость и упрямство другого. Пришлось бросить монетку. Усмехнулся дядя А. Вновь прибывшая пятилетняя девочка была настроена решительно. Когда большая утомленная птица, отчаянно ругаясь, сумела таки вырваться из цепких ручек и ускакать в кусты, малышка топнула ногой и запищала на одной ноте. Хочу к маме! Капризюки сопровождались появлением огромного количества кактусов, которые стремительно полезли из земли со всех сторон. Воспитатель выразительно подтолкнул пори к девочке. Гаттер попытался вспомнить, чему его учил дядя А, и откашлившись сказал. «А мороженого хочешь?» Девчушка смерила пори презрительным взглядом, набрала новую порцию воздуха и заголосила на полтона выше. Один из кактусов воткнулся Гаттеру в левую ногу. Дядя А стоял как ни в чем не бывало и, судя по всему, ждал, когда у Капризули снова закончится воздух. Когда это случилось, он равнодушно произнес. «Кто же так ревет? Это не плач и недоразумение какое-то!» Девочка вместо того, чтобы выдать новую порцию воя, внимательно посмотрела на взрослого. Рот она при этом держала открытым. «Вот ты стоишь!» Продолжал дядя А. «И воздух у тебя поэтому быстро заканчивается. И руки не работают как положено. Надо лечь на спину. И воздуха побольше наберешь, и руки будут свободнее. И ноги использовать можно». Девочка, по-прежнему не закрывая рот, скосила взгляд себе под ноги. Вся полянка была густо утыкана кактусами. Лечь было решительно негде. «Правильно», — сказал дядя А. «Надо кактусы немного прорядить. Порри, ты не знаешь, какой зверь быстрее всего поедает кактусы?» «Зеленый кактусоед», — уверенно ответил мальчик. «И еще красный кактусоед. Только я не знаю, как они выглядят». «Может, наша гостья знает? Тебя как зовут?» «Анечка», — ответила гостья, торопливо открыла рот, подумала немного и закрыла его, но зато надулась. «Только я не знаю никаких кактусоедов. Вы их сами придумали». Каково же было удивление авторов, когда один из консультантов сообщил им, что кактусоеды — это реальные мифические животные, которые живут в Мексике и питаются текилой. Удивление оказалось таким сильным, что текст остался неисправленным. Приносим извинения за допущенную фактологическую ошибку. «Конечно, сами!» — легко согласился дядя А, доставая из кармана лист бумаги и мелки. «Мы кактусоедов придумали, а как они выглядят — не придумали. Поможешь нам?» Через 10 минут по зарослям кактусов шмыгала стая неуклюжих существ, состоящих в основном из кружочков и палочек. Впрочем, это не мешало им быстро и с хрустом уничтожать разросшиеся растения. Порри настолько увлекся этой игрой, что упустил момент, когда дядя А куда-то исчез. Поэтому мальчик откровенно растерялся, когда раскрасневшаяся Анечка требовательно дернула его за рукав и спросила, «А где мороженое? Ты обещал!» «Честность — лучшая политика!» — вспомнил Порри и честно признался. «Где-то на голубой веранде, но я сам точно не знаю где». Девочка тут же насупилась и опасно засопела носом. В пятку Порри предупреждающей впилась иголка растущего кактуса. Гаттер торопливо добавил, «Я ведь сюда тоже только сегодня прилетел. На драконе». «На настоящем?» — вскинулась Анечка. «А ты расскажешь, как он летает и огнем дышит?» «Конечно! Давай мы пойдем искать голубую веранду, а я буду тебе на ходу рассказывать». Неделя в Бэйби-Сити пролетела как один день. Без всяких преувеличений ни в одну из семи ночей Порри не спал. А если ночью не спать, то какая же это ночь? Сначала хитрая мордочка осчастливила весь детский сад шестью котятами. Потом малышня до утра инсценировала ужасно понравившуюся им сказку о всемирном потопе. Гаттеру на пару с долговязым практикантом Гудвином довелось побывать почти всеми тварями Ноева Ковчега. Потом со смехом и визгами ловили страшное привидение Бэйби-Сити «Призрак врачихи». И поймали-таки. От полного истощения Порри спасли только краткие передышки во время тихого часа, да мощное самозаклинание «Не спатус, а то замерзатус», оказавшееся просто незаменимым. И действительно, не вовремя уснувший работник Бэйби-Сити при пробуждении вполне мог обнаружить себя в мороженом в айсберг или наоборот поджаривающимся на раскаленной кровати. К концу своего короткого срока Гаттер с изумлением открыл истину, которая до многих волшебников доходит лишь к глубокой старости. Даже если абсолютно все делаешь правильно, от неприятностей ты все равно не застрахован. Убедили Порри в этом магические дети, которые время от времени попросту игнорировали его несомненные педагогические достижения и, как своенравные греческие боги, начинали безжалостно крушить все, что попадалось у них на пути. И если бы не дядя А, всегда появлявшийся в нужном месте в самый критический момент, после чего вулканическая энергия детишек волшебным образом оказывалась направленной в безопасное русло, Гаттер из Бэйби-Сити живым бы не вышел. В этом он был убежден на сто процентов. «А может, останетесь?» Утром восьмого дня дядя А с надеждой заглянул в глаза Порри. «У вас хорошо получается. Редко кто так легко сходится с детьми». «Так я и сам не очень-то взрослый», — напомнил Гаттер. «Не в этом дело. Вы добрый и не смотрите на детей, как на абузу. Оставайтесь, а? Или, по крайней мере, возвращайтесь». Порри почувствовал, что постепенно становится красным, как буряк. «Давайте лучше вы к нам. Будете преподавать у нас в Перверте. Ну, хотя бы технику безопасности. А то, говорят, каждый год преподавателя приходится менять. То палец прищемит, то с крыши упадет. Ой, или лучше какую-нибудь белую магию». Дядя А вытрущил глаза, неожиданно фыркнул и начал хохотать, хлопая себя ладонями по животу. «Ну, уморил. Магию, значит, белую». Воспитатель вытер глаза и сказал уже спокойнее. «Порри, вы, видимо, не очень наблюдательны. Я ведь не волшебник. Как это говорят у вас? Мудл, да?» «Вы не волшебник?» Теперь настала очередь Порри выпучивать глаза в изумлении. «Но как же, я же сам видел. Видели что? Я хоть раз произнес заклинание?» «Наколдовал что-нибудь? У меня даже этой вашей палочки нет». Дядя А театрально развел руками. «Если бы я был волшебником, то, наверное, смог бы работать в яслях». «Видели в стороне здания за бетонным забором, колючей проволокой и стационарной сферой фигвамера?» «Вот где настоящий бейбиситинг». «Дети, которые еще не умеют ходить, но уже могут до всего дотянуться и познают мир на вкус. По сравнению с ними бесенята старше года сущие ангелочки. А вот и напарник ваш». Гаттер оглянулся. Клинч представлял собой странное зрелище. Левую ногу завхоза заменял деревянный протез, почему-то в форме куриной лапы. Правая нога вместо ступни заканчивалась игрушечным самосвалом. Черная повязка, быстро перемещаясь по лицу, попеременно закрывала то правый, то левый глаз. В одной руке Клинч держал оранжевый костыль, в другой — здоровенный сундук. Сквозь разодранную тельняшку было видно исхудавшее тело, сплошь усыпанное черными квадратиками. «Черные метки!» — буркнул Клинч. «Флебустьеры чертовы! Пятнадцать человек на сундук мертвеца, ох-охо и все такое! Песня! Сам придумал! Пошли скорее, пока у нее завтрак!» И завхоз застучал костылем по дороге из желтого кирпича. «Вашему другу еще повезло!» — сказал дядя. «С сегодняшнего дня Пеппи играет в военного врача! «Это очень хорошо, что вы не волшебник!» — сказал Порри. «Вы даже не представляете, как это хорошо! Прощайте, дядя А!» «До свидания, Порри!» — ответил дядя А и направился к гудящему на лужайке костру, на которой группа ангелочков уже пыталась пристроить упирающегося практиканта Гудвина. Когда Клинч и Гаттер наконец оседлали сброшенную с дракона лестницу, это удалось сделать только с пятой попытки. Две лестницы разбились, а две не долетели до земли. И начали набирать высоту, далеко внизу раздался пронзительный голосок Анечки. «А где Порри? Хочу к Порри! А-а-а!» Порри не удержался и оглянулся. Анечка лежала на траве и старательно молотила по ней руками и ногами.